Дорогие мои братья и сестры во Христе, по всем признакам вокруг мы видим, что Господь грядет и время Его второго пришествия наступает. А потому сегодня каждый наш день может стать последним на этой земле. Каждый день может произойти восхищение и эта долгожданная встреча с Господом на облаках всех, кто пребывает во Христе, каждого, в ком Он живет и царствует. И это великое событие подведет итог всему времени Церкви, завершит время благодати и откроет время Божьих судов на земле. В этой программе хотел бы вернуться к важному образу книги Откровения, о котором уже много раз говорилось. Это великое множество людей, стоящих перед престолом, который описан в седьмой главе книги Откровения. Почему и для чего возвращаться к тому, о чем много раз уже было сказано? Для того, что многие думают, что именно в этом образе показана восхищенная Церковь и пишут в комментариях о том, что перед этим произойдет великое землетрясение, как показано в конце шестой главы. То есть получается, что до восхищения должны произойти все события и страшные бедствия, описанные при снятии шести печатей. Поэтому-то сегодня многие говорят, что мы находимся на этапе снятия шестой печати. Но это ошибочное мнение. И в этой программе еще раз хотел бы это наглядно показать. Пока не произошло восхищение всех рабов Иисуса Христа, уже умерших, начиная с первого века, и еще живых сегодня, ни одна печать снята не будет. И тем более ни в одну трубу, показанную в Откровении, после снятия седьмой печати, ангелы еще не трубили. Все глубокомысленные размышления многих толкователей Откровений в Ютубе о том, что какая же печать снимается сегодня, или на этапе какой трубы мы находимся, это полное непонимание всей стройной пророческой картины, показанной в книге Откровений. И возвращаясь к главной теме программы, которая посвящена и направлена на то, что великое множество людей, показанное в седьмой главе, это невосхищенная церковь. Надо сказать, что книга Откровения, как духовное пророчество, показывает разные группы людей, показывает образы и символы, на которые необходимо смотреть очень внимательно, и видеть различия, чтобы правильно понять смысл и последовательность грядущих событий, потому что каждое слово книги Откровения имеет огромный смысл. Иисус, описывая ученикам события последнего времени, говорит, как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого, что люди жили своей обычной жизнью до того дня, как вошел Ной в ковчег. Именно это и происходит сегодня. Большая часть мира живет своей обычной жизнью, садят и строят, продают и покупают, женятся и выходят замуж. И не думают о том, что на этот мир надвигаются Божьи суды и великие бедствия, что этот мир, который лежит во зле, идет к своему концу. И так будет продолжаться до того дня, пока Иисус Христос, силою которой Он действует и покоряет Себе все, не преобразит и не восхитит из мира всех рабов Своих. Потому что, как говорит Павел, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все. Это преображение и восхищение произойдет во мгновение ока и станет спусковым крючком для всех грядущих страшных событий семилетней великой скорби. Именно это событие, восхищение Христовых, удерживает сегодня мир от начала полного падения в пропасть. От того момента, как со снятием первой печати, дано будет выйти будущему мировому правителю, с началом полноценной Третьей мировой войны, когда мир будет взят со всей земли, мирового голода и жесточайших гонений за имя Иисуса Христа, то есть всего того, что описано в 6 главе Откровения, начнутся Божьи суды и великие бедствия. Это начало болезней, начало родовых мук, о чем сам Иисус говорит в 24 главе Матфея у Марка и у Луки. Но как было во дни Ноя и как было во дни Лота? Пока они и их семьи не были сокрыты Богом, Его суды не начались. Так будет и во время второго пришествия Иисуса Христа. Пока Он своей силой не восхитит всех, кто принадлежит Ему, суды Божьи не начнутся. Именно такой порядок событий показан в книге Откровения. И чтобы увидеть, что в образе великого множества людей, стоящих перед престолом, показана невосхищенная церковь, сначала кратко посмотрим на образ 24 старца, которые сидят на престолах, обличены в белые одежды и имеют на головах свои золотые венцы. Вот в каком образе действительно показана восхищенная церковь. А потом мы внимательно посмотрим на образ великого множества людей, чтобы увидеть разницу и понять, что в образе великого множества из 7 главы не может быть показана восхищенная церковь. Итак, 24 старца. Образ, о котором очень много и очень подробно говорилось уже в прошлых программах. Образ 24 старца показан с 4 и до 20 главы Откровения. Он открывает этап пророчества «То, что будет после сего», то есть после времени церкви, которое показано нам в первых трех главах. В завершении третьей главы, как в завершении времени церкви, Иисус дает обещание «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Мое, как и Я победил и сел с Отцом Моем на престоле Его». Иисус победил мир. И все, кто является Его рабом и принадлежит Ему, те, в чьем сердце Он живет Духом Святым, побеждают этот мир. Иисус говорит «Они не от мира, как и Я не от мира». Все, кто начиная с рождения церкви, в день Пятидесятницы, в Шавуот, по всей вероятности в 30 году первого века, побеждали со Христом своей верой этот мир и дьявола, будут преображены, восхищены и посажены на престолах, как и обещал Иисус. Иисус. Этих восхищенных, то есть восхищенную церковь, экклесию, любящую и единую со своим Господом и Спасителем, Иоанн видит в 4 главе, 4 стихе. На престолах сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Интересно совпадение по стихам. В 4 главе, 4 стих, показаны 24 старца, сидящие на престолах. И в 20 главе, когда показаны участники первого воскресения, это тоже 4 стих, Иоанн видит первую категорию, престолы и сидящих на них, которым дано было судить. И там, и там 4 стих. Дальше. Иисус также обещает, побеждающий обличется в белые одежды. В греческом, иматион леокус, одежды белые. В описании с царцев мы видим именно эти белые одежды. 24 старца обличены в белые одежды. Иматион леокус. Дальше. В 1 главе откровения, Иоанн, обращаясь к церкви, говорит об Иисусе Христе. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу». В 5 главе старцы поют новую песнь именно об этом, слово в слово. 24 старца поют новую песнь. «Ты был закван, и кровью своею искупил нас Богу, из всякого колена языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу». Общепринятый греческий перевод. И в одном и в другом месте используется греческое слово «имас», то есть «нас». И только такой перевод имеет правильный логический смысл. Ну и в 5 главе сказано, что число старцев было тысячи тысяч. В образе 24 старцев показана восхищенная церковь. Все рабы Иисуса Христа, кто принадлежит Ему, имеет ценности Его, кто ожидает и стремится к Нему, думая о небесном, а не о земном. Только в этом образе могут быть показаны умершие во Христе на протяжении всего времени церкви и еще живые. Все остальные образы книги Откровения показывают только наших современников, только тех, кто еще жив сегодня. Поэтому восхищение всех, кто во Христе, всех победителей, когда дверь будет отверстна на небе, показано в Откровении после окончания времени церкви, как времени благодати и до начала всех Божьих судов, описание которых начинается с 6 главы, то есть до момента снятия всех печатей. Теперь посмотрим на образ великого множества людей, показанного в 7 главе Откровения. Великое множество людей, стоящих перед престолом, показаны нам в 7 главе, и это не восхищенная церковь, потому что в восхищении будут участвовать уже умершие во Христе, начиная с первых веков, и еще живые во Христе сегодня. Они будут восхищены вместе, одновременно. О великом же множестве сказано, что это те, которые пришли от великой скорби. В их числе не может быть умерших во Христе с первых веков. Это только те, которые придут от великой скорби. То есть это те, кто сегодня еще жив, потому что эта великая семилетняя скорбь еще не началась. Ну или возможно последняя седьмина только что началась. Дальше, в 6 главе, при снятии пятой печати, это 9 стих, нам показаны убитые за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Кто может иметь свидетельство о Христе? Те христиане, кто не будет восхищен. В 10 стихе они кричат громким голосом, обращаясь к Богу. Почему Он не судит и не мстит живущим на земле за их кровь? И им сказано успокоиться, пока их братья, которые будут убиты, как и они, то есть за Слово Божие и за свидетельство о Христе, дополнят число. И вот в 7 главе нам показано это дополненное число убитых за Слово Божие и за свидетельство во время начальных судов. Интересно, что в 6 главе это 9 стих, где показаны души убиенных, и в 7 главе это тоже 9 стих. Великое множество людей стояло перед престолом. В 6 главе в 10 стихе эти убитые кричат громким голосом, и в 7 главе в 10 стихе они кричат громким голосом. Даже те же греческие слова используются, которые я выделил красным цветом. Они придут на небо от или из великой скорби. Такие совпадения по стихам для того, чтобы мы понимали, что это один и тот же образ. Так же, как мы смотрели на образ 24 старца. 4 стих 4 главы и в 20 главе первая категория престолы, сидящие на них, тоже 4 стих. Но все великое множество людей придет из великой скорби. Во 2 главе Откровения Иисус, обращаясь к церкви отступницы, говорит, «Вот, я повергаю ее на Одр, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». Все, кто сегодня только лишь называется христианином, но живет по плоти, живет этим миром, не пребывает во Христе и не принадлежит ему, а принадлежит какой-либо религиозной организации, будет повержен в великую скорбь. Большая часть сегодняшних христиан теплая, как говорит Иисус в обращении к лагикийской церкви. Начиная от руководителей церквей и до их прихожан, большинство спят сегодня крепким духовным сном, не ожидают Иисуса Христа и не принадлежат ему всем своим сердцем. Потому Иисус и говорит, «Се стою у двери и стучу». Он стучит в каждое сердце, но мало кто желает впустить его и позволить, чтобы он действительно изменил их жизнь, очистил и осветил, потому что очень многие не могут и не желают оторваться от этого мира. Но когда произойдет восхищение всех, кто во Христе, по вере и по благодати, тогда все изменится, все станет явно и видимо, потому что начнутся Божьи суды и великие бедствия, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, как сказано. Многие оставят свою веру, но также и многие оставленные на земле христиане, поймут, что есть лишь один путь быть спасенным, остаться верным и претерпеть смерть за Слово Божие, свидетельствую об Иисусе Христе, несмотря на страшные гонения за имя Его. Единственным путем к небесному престолу, после восхищения, которое по благодати, будет прохождение через физическую смерть за Слово Божие. Все потому, что время благодати окончится. Все потому, что сегодня люди не хотят распять свою плоть со страстями и похотями, и принадлежать только Иисусу Христу. Мало кто может честно сказать, уже не я живу, но живет во мне Христос. Но это самое главное, полное единение с Иисусом Христом. Но в 6 главе убиенным за Слово Божие было сказано, успокоиться на малое время, пока братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Вот кто будет входить в это великое множество людей, стоящих перед престолом с пальмовыми ветвями в руках своих, дополненное число убитых за Слово Божие и за свидетельство во время начальных судов. Они не сидят на престолах, потому что во время благодати принадлежали этому миру, но не Христу. Думаю, что время Его пришествия еще не пришло. Думаю, что можно еще жить как прежде, как живут все в этом мире, и получать удовольствие, имея мирские ценности. Но невозможно служить двум господам. Или ты раб Иисуса Христа, или ты раб этого мира, а значит дьявола, который является князем этого мира. Время коротко, времени не осталось. И все, кто сегодня говорят, что не скоро придет Господь, все, кто не готов, кто не ожидает Его пришествия, будут застегнуты врасплох, окажутся не готовы, а потому будут оставлены. Пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Готовые и возлюбившие явления Его будут восхищены в эту отверстию на небо дверь, которая есть сам Иисус, и эта дверь закроется. Тогда оставленные будут говорить, «Господи, Господи, не от Твоей воли именем и пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Но Иисус объявит им, «Я никогда не знал вас». Вот что страшно услышать от Господа. Знает ли Он тебя лично? Есть ли у тебя личные и близкие отношения с Ним, полное доверие и любовь? И как мы видели, у восхищенных, показанных в образе 24 старцев, есть награды, золотые венцы, как Павел говорит, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явления Его». А у остальных, которые будут спасены и войдут на небо через мученическую смерть за Слово Божие, уже во время гонения и судов, наград нет. Они стоят перед престолом, с пальмовыми ветвями в руках. Павел говорит, «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Вот разница. Восхищенные, спасенные по благодати, сидят на престолах, как цари и священники, получив в награды золотые венцы, только потому, что полностью принадлежали Христу, были рабами Его и служили своему Господину всей своей жизни. К этому надо стремиться. А оставленные будут стоять перед престолом, пройдя через смерть за Слово, уже во время судов, когда время благодати окончится. Они потерпят урон. Там мы читали, «Ему, то есть Иисусу Христу, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью, своею, Он омыл нас». А здесь «Они омыли одежды свои, и они убелели одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают перед престолом». Есть огромная разница. И все, что нужно сегодня, это открыть перед Иисусом Христом свое сердце, чтобы Он вошел, очистил и осветил. Потому что без Него мы не можем делать ничего. И потому говорим, «Я так нуждаюсь в Тебе, Господь». Поэтому великое множество людей, которого никто не сможет перечесть, так много будет тех, кто восхищен не будет, по причине своей неготовности, кто не ожидает и не верит, кто не принадлежит Христу, но принадлежит этому миру и служит ценностям Него. Великое множество людей, показанное в 7 главе книги Откровения, это не образ восхищенной церкви, состоящей из умерших и из живых, но это те, которые придут от великой скорби, пройдет через смерть за Слово Божие. И потому, пока не произойдет восхищение всех, кто во Христе, пока они не будут обличены в белые одежды, пока им не будут вручены золотые венцы, как награды, и они не будут посажены на престолах, ни одна печать снята не будет. И суды Божии, описанные с 6 главы, не начнутся. Книга Откровения показывает четкий порядок грядущих событий и не даст нам ошибиться, если мы внимательно и честно стараемся понять ее духовный смысл. Потому что это свидетельство Иисусова, это дух пророчества. И блажен, кто исполняет слова пророчества сего. Время восхищения всех, кто во Христе, близко, как никогда раньше. Так близко, что может произойти в любой день и час. И не может сегодня быть ничего важнее, чем быть готовым к этому. Чем постоянно пребывать во Христе, ожидая Его, и смотреть только на Него. Открыть перед Иисусом свое сердце и принадлежать только Ему. Держать крепко то, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Потому что дальше время благодати окончится. Готовые войдут с Ним, и небесная дверь спасения по благодати будет закрыта. Начнутся Божьи суды. Вся слава Иисусу Христу, грядущему за ожидающими Его воспасения. Слава Иисусу Христу за Его совершенный план и за Его совершенную жертву, искупившую нас от всех грехов. И наш взгляд только на Него сегодня. Праведный верою жив будет. Господь грядет. Марана Фа. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Ободритесь и не переставайте ждать Его и верить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова